Всем привет! Сегодня поговорим о том, какие акции показали наибольший рост по итогам провального в целом для фондовых рынков России и мира февраля. В России действительно были акции, которые по итогам февраля не только упали, но и выросли. Десятку таких акций приводит РБК. Я напомню, что мировые фондовые рынки испытывают серьезнейшее давление под воздействием информации о распространении коронавируса. В частности, индекс Dow Jones упал более чем на 10%, NASDAQ, еще один американский индекс, более чем на 6%, ну и примерно аналогичные показатели падения, около 10%, показали российский индекс РТС и МВБ. Но вместе с тем были акции, которые с конца января по конец февраля показали довольно неплохой рост. Но вот здесь приводится десятка данных акций. Можно заметить, что 6 из них представляют собой энергетический комплекс. Итак, что же здесь входит в этот список? ТГК-2, лидер рейтинга, показал за месяц просто сумасшедший рост 34,69% годовых. Второе место ОГК-2. 13,26% тоже очень достойный результат. Вот ОГК-2 акции, это единственная акция, которая есть в моем портфеле из данного списка, к сожалению. При этом я зашел в них достаточно поздно, в первых числах марта, и на сегодняшний момент имею по ним убыток в районе 5%. То есть я посчитал, что на момент входа падение уже достигло дна, однако я ошибся, и после этого падение продолжилось. Поэтому сейчас по этим акциям у меня бумажный убыток, но я все-таки надеюсь на восстановление. Далее, третье место. Это Полюс, золотодобывающая компания, связан рост их акций с тем, что золото является отличным защитным механизмом. Традиционно инвесторы в сложные времена, в кризисные времена предпочитают вкладывать деньги в золото, фьючерс на золото, либо в золотодобывающие компании. Соответственно, их показатели растут. Ну и дальше, ТГК-1, Руснефть, ЕН+, Акрон, Юнипромос, Энерго и Протек. Ну, у последних озвученных компаний рост не такой значительный, но тем не менее они были в плюсе в этот сложный период. И какой можно сделать вывод на основании вот этой информации? Зарабатывать деньги можно всегда. Зарабатывать деньги можно даже в кризис, можно даже в те моменты, когда основной рынок падает, основной рынок валится. При грамотно подобранном портфеле можно как минимум нести значительно меньшие убытки, чем средние рыночные значения, либо можно даже оказаться в плюсе, если предвидеть вот подобные вещи. Вот если бы знать, что ТГК-2 покажет такой рост, то можно было бы, естественно, вложить значительную часть своих активов в акции этой компании. И таким образом перекрыть все то падение, которое показали остальные акции у нас в стране, да и в мире в целом. Вот такая информация. Надеюсь, кому-то была полезна. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, из которого вы узнаете много интересного об инвестициях и не только. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok